Консультация специалиста, повный медицинский взгляд, заполнение анкеты и только потом сдача крови. У фойе интерната технического университета Чаргар, жадающих подарить свою кровь иншим, шмат. До речи, подобная акция для дадзиной установы уже не первой в этом году. Мы довольно часто сюда приезжаем, ребята идут охотно, сдают кровь, тем самым пополняем безвозмездные запасы крови. Мы вовлекаем, конечно, в ряды доноров и первичных доноров. Это актуально очень для того, чтобы создать запас и чтобы расширить донорскую базу. Акции по донорству у нас традиция. Информацию о такой возможности нам дает медицинские учреждения, Центр переливания крови. Они просто информируют о том, что существует такая возможность. Студенты – это основные, наверное, доноры, которые обеспечивают медицину кровью. Акция будет проходить три дни. За этот час медики меркуют спринять до 180 доноров, в лику яких не только студенты и выкладчики технического университета. Сдают тут кровь и сотрудники Брестской центральной поликлиники и Брестка газонального центра гигиены и эпидемиологии. В городе Бресте в последние годы активно возрождается традиция безвозмездного донорства. И уже стали популярными акции «Безвозмездное донорство начинается с меня». Это очень важное мероприятие, потому что каждый третий больной, который поступает в организации здравоохранения, он нуждается в переливании крови или ее компонентов. Только летость у Брести поделились окривею Амаль 5 тысяч человек, а Сюлита уже больше за две. Я считаю, что я помогаю этим людям и сдаю уже седьмой раз. В Европе это чащество безвозмездное, и человек практически ничего не получает за это, потому что считает это своим гражданским долгом. Практично во всех краинах света 50% запасу крови сегодня пополняются миновиты безвыплатным донорством. В Брестской области, благодаря подобной акции, эта лечба достигнула уже 40%. Ганна Буйкевич, Александр Севицкий, телерадио компания «Брест».